Отдадут на суд присяжным дело о поножовщине около торгового квартала. Напомню, в октябре 2013-го там произошла ссора между посетителями одного из кафе, которое продолжилось на улице. В результате четверо мужчин получили ножевые ранения. Один из них погиб. Подробности далее. Для пострадавших и их близких все случилось будто вчера. Никто тогда и предположить не мог, что в таком людном месте может произойти жестокое убийство. Светлана Нечапаренко потеряла в тот роковой вечер любимого супруга. Двое детей остались без отца. Тяжело вспоминать, ведь ничего не предвещало беды. Семейная пара вместе с друзьями решила сходить в кино, а после зайти в кафе. Фильм закончился в 11, а кафе до 12 работает, поэтому мы зашли ненадолго чаек попить. Сначала не заметили эту компанию. Сдели четверо, но совсем молодых. Они все с 92-го года рождения, всем по 20 лет. Сидели ребята, видно, что они уже изрядно выпили. Компания этих молодых людей изначально вела себя вызывающе по отношению к окружающим. И периодически, что называется, стреляли курево у соседей. Когда попросили угостить их снова, то получили отказ и совет самим купить сигареты в баре. После того, как они подошли, мы им еще раз отказали. После этого они собрались. И уже один из участников этой группы подошел к нашему столу, где мы сидели в пятером, с кухонным ножом. И уже там начал угрожать нам, что из-за сигареты он нас порежет. Эти пьяные выходки и угрозы никто всерьез тогда не воспринял. Ведь никто не знал, что нетрезвые парни на этом не успокоятся и будут поджидать своих обидчиков на выходе из торгового центра. Они сделали так, что они разобщили нас по площадке, по стоянке и буквально за доли секунды нанесли ножевое ранение. То есть ни драки, ни оскорблений взаимных между нами не произошло. То есть мы ничего не успели сделать. Дамир Нигматуллин получил ножевые ранения, а его товарищу Алексею Чапаренко достался смертельный удар. Троих из нападавших спустя некоторое время удалось найти по горячим следам. А вот четвертому Артуру Ахмедянову удавалось скрываться до января 2014 года, когда он все же попался на покупки наркотиков. Он первым дал признательные показания в части совершения преступлений. Данные показания подтвердил на очных ставках потерпевшими. Остальные фигуранты уголовного дела, несмотря на тяжесть собранных доказательств по уголовному делу, свою вину в совершенных преступлениях не признали. Однако следствие уверено, что собрана достаточная доказательная база. Но на это ушел почти год. Теперь же уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Казань, в Верховный суд Республики. Начало процесса намечено на октябрь. Елена Агапова, Дмитрий Кравченко, Эльнар Мустафин, Радик Ганеев, РНТВ, Набережные Челны.